добрый день друзья сегодня воскресенье 10 марта двадцать четвертого года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем разговор о политике на сегодня мне бы хотелось рассмотреть гуманитарную миссию которая отправится или возможно уже отправилась от берегов кипра из порта ларнака к сектору газа в пятницу там побывала уже у сула фантеля я имею ввиду кипр м и выступила с программной речью можно сказать она записала себе в успех уже эту гуманитарную миссию она заявила о том что если этот это морское судно открыто объять сможет доставить морем эти грузы то соответственно это откроют своего рода дорогу жизни это будет гуманитарный коридор который будет доставлять продовольствие питьевую воду медикаменты и так далее мирному населению которая страдает от войны с терроризмом и так далее и тому подобное то есть это не будет непрерывная поставка палестинским гражданским лицам как она их назвала жизненно необходимых продуктов и товаров и так это звучит действительно очень очень впечатляюще но а то что заинтересовал меня что верная усули фан де лайн пресса категорически обошла главную проблему этой миссии потому что я не сомневаюсь что это можно доставить морем на самом деле от кипра до газа приблизительно один день навигации это не проблема тем более что сейчас уже море средиземное достаточно спокойно но самый главный вопрос это то как гарантировать доставку этих гуманитарных грузов именно так называемым мирным палестинцам я объясню а почему потому что риски того что этими грузами завладеет хамас просто колоссально начиная с 2005 года когда они официально пришли к власти посредством выборов и отправили с крыш вниз головой своих политических оппонентов начиная с этого момента они являются единственной политической силой и вообще единственной структурой которой принадлежит власть они выстроили фактически не военизированное радикальное общество некий халифат о чем конечно социалисты не любят говорить но тем не менее это так и поэтому нет никакой альтернативы их власти и никаких других структур которые могли бы взять на себя распределение этих грузов просто не существует так как международные организации оттуда ушли по понятным причинам они были эвакуированы и в настоящий момент нет никакой организации нет никаких групп среди населения скажем нет организованных групп из гражданского населения из гражданского общества так называемого которые могли бы заняться распределением этих груз но мне хотелось бы также подчеркнуть что усула фанделяя не проявляет никакого интереса к судьбе к тому чтобы гарантировать что в конце траектории эти грузы достигнут именно тех людей которые стали дважды беженцами они и беженцы это их официальный статус согласно международному праву но также они теперь и внутренние перемещенные лица то есть они переместились с севера газа на юг и соответственно как гарантировать то чтобы эти гуманитарные грузы достались именно этим людям которые страдают от войны с терроризмом никакого ответа на этот вопрос нет и этот вопрос мало кого как я понимаю волнует кроме собственно израильтян потому что им придется столкнуться с последствиями этого гуманитарного критора так как если этими грузами будет владеть хамас то есть они захватят эти грузы без труда потому что никакой альтернативы им на местах нет соответственно они это отправят в свои тоннели и это значит у них будут ресурсы для того чтобы продолжать военные действия еще четыре месяца 6 месяцев я не сомневаюсь что победа за израильскими вооруженными силами но какой ценой потому что израиль стремился к тому чтобы обесточить хамас чтобы лишить их ресурсов но это гуманитарная миссия ломает эту как говорится парадигму и то что волнует политиков по крайней мере в европе это их имидж в преддверии европейских выборов выборов европарламент которые должны пройти в начале лета и соответственно урсула фан де лайн заинтересована в том что получить второй мандат она заинтересована в том чтобы в европарламент прошли те партии или прошла ее партию европейская народная партия которая бы ее поддержала и таким образом она осуществляет операцию по соблазнению мусульманского электората она хочет его успокоить с тем чтобы они не голосовали мне против нее чтобы они не пошли с протестным голосованием к евроскептикам скажем в отместку за то что игнорируется интерес так называемого мирного населения сектора газа а расчет исключительно эгоистичный здесь вообще никакого другого расчета нет потому что европа находится под колоссальным давлением мусульманской и особенно арабской общины поэтому с одной стороны есть серьезное опасение как вы видели в лондоне социального взрыва я потому что как узнаете это община никогда особенно не было щепетильно в выборе средств продвижения своих интересов это с одной стороны на и с другой стороны соответственно есть и выборный процесс и соответственно в этом выборном процессе риски очень велики что они будут из протеста голосовать таким образом чтобы опрокинуть существующие существующие структуры существующие в европе власть скажем настоящий момент это европейская народная партия это христианские демократы и таким образом у сула фан де лайн а пытается разрешить эту проблему на проблему мусульманского электората особенно арабского электората недовольство мусульманского мира в первую очередь это касается внутренней политики евросоюза но также и внешне и потому что безусловно вы знаете что в руках арабского мира нефть поэтому в той ситуации когда отношения с россией напрочь испорчены отношения с арабским миром с теми у кого в руках нефтяные вышки имеют вдвойне весомое значение для экономик европейского союза и исходя из внутренней ситуации исходя из внешней ситуации мы видим что европейские лидеры очень мало интересуются тем какое влияние окажет такая гуманитарная помощь тем кто сражается с терроризмом то есть какое-то влияние окажет на войну с террором израиля потому что они ставят на первое место свой эгоистический политический интерес потому что в этом конфликте их интересуют собственные дивиденды их интересует собственная плавучесть потому что ушел хочет остаться на плаву и поэтому она занимается тем чем она занимается без размышления о последствиях это называется политический инкрементализм что значит от светофора к светофору то есть это иными словами решение проблем кое-как потому что это тактическое решение это решение сегодняшнего дня то есть сегодня она будет выступать в таком свете перед родным мусульманским электоратом европе и также в глазах арабского мира что немаловажно еще раз руках арабского мира нефть на поэтому этой гуманитарной миссии мы видим что средства массовой информации освещают все что угодно кроме основной проблемы как они гарантируют то что эти грузы не окажутся подпиткой террористов хамас это то что он хотел сказать надеюсь что вам это было не бесполезно если да не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал я благодарю всех тех кто поддерживает мой канал словами благодарности комментариями донатами я надеюсь что сегодня будет немало вопросов во время стримов 6 часов и на связи